Продолжение следует... 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 Элоспорогеназы на фазе поддерживающей терапии. И действительно, это в Японии, также в Тайване, соответственно, рассматриваются возможности, ну, например, исход вслед за прекращением терапии элоспорогеназы и кишечной палочки при появлении аллергических реакций у детей с ОЛЛ и так далее. Но, конечно, есть еще и работы международного уровня, исследования были проведены, такие как СФОЛ, Интерфан-99, многоцентровые исследования, которые рассматривают полиморфизм, и это особенно важно, вот NUDT-15, это важно для азиатского населения, почти 16% южно-восточно-азиатского населения действительно могут иметь такой полиморфизм. НUDT-15, который, безусловно, очень важен, потому что он отражается на катаболизме теопурина, на метаболизме, извините, теопурина. И, соответственно, мы знаем, что японская группа, в частности, занималась этими вопросами, все это в настоящий момент обсуждается специалистами. Ну, а теперь, что касается большего количества стран, когда мы говорим уже о среднем уровне дохода на душу населения и о низком уровне дохода на душу населения, вот они здесь перечислены. И здесь огромное также население, это Китай, Малайзия, соответственно, Индия, Индонезия и так далее. И вот страны здесь также встречаются и с небольшим населением, есть тут и маленькие страны, такие как Бутан, например. Здесь ситуация как экономическая, так и политическая тоже очень различается. И в целом мы видим улучшение в системах здравоохранения, которое, в общем-то, направлено на улучшение и поддержку терапии рака детей. И также сейчас начинают с работы таких региональных групп, которые сотрудничают внутри страны, например. Кроме того, они также работают вместе с представителями стран с высоким уровнем дохода на душу населения, как на азиатском континенте, так и за его пределами. И, конечно, терапия проводится в зависимости от местных условий. Мне хотелось бы дать некоторые примеры того, что происходит в странах с средним уровнем дохода. Вот это исследование, результаты которого сообщались по исходам ОЛЛ. Но мне хотелось бы сказать вам, уважаемые коллеги, что обычно пользуются какими-то протоколами западными, такими, как, например, ПФМ или некоторыми другими, ПФМ или ЮКАЛ. Но вот надо сказать, что протоколы могут быть разными, но видите, что количество от 30 до 50 процентов прекращения терапии. Но это мы говорим в 2000-х годах, так что немножко уже устаревшие сведения. Но, тем не менее, нужно принимать этого внимания. И вот в последнее время, можно сказать, может быть, цифры становятся несколько лучше, но все-таки в последнее время сообщается также, видите, о количестве рецидивов и так далее. Какие же страны в этих? То есть высокое количество смертности, высокая, к сожалению, на фазе индукции, на фазе ремиссии. Таким образом, здесь также еще одна проблема. Это, конечно, динамическое наблюдение прекращается очень часто в большом количестве случаев. Так что эти проблемы, безусловно, надо учитывать. Правда, ситуация меняется. Что же эти страны делали в последние, может быть, 5-10 лет? Например, в Индонезии с помощью профессора Уэйма Римна. Они также начали проводить рандомизированные исследования по изучению интенсивности консолидационной терапии в Китае, в группе Шанхая. В частности, также было проведено многоцентровое исследование 2005. Там небольшое количество пациентов, 655 пациентов. В Индии, Пакистане также были проведены исследования. Но обычно количество пациентов, вовлеченных в эти исследования, небольшое по сравнению с тем огромным количеством детей в этих странах. То есть только меньшинство пациентов могут быть включены в эти исследования. В Ливане также они начинают некоторые исследования для изучения аспектов детского рака. В Китае есть исследование, в котором я лично принимал участие. Опять-таки, это Лейкоса, 2008-й, вот это исследование. И здесь, опять-таки, подход по протоколам BFM-COG. И количество пациентов – 2200. То есть самое большое количество пациентов из всех тех исследований, которые были в это время проведены. Вы видите, что общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования, соответственно, 8. Есть и 85%. И надо сказать, что это, конечно, лучше по сравнению, разумеется, в зависимости от группы риска конкретных пациентов. Это лишь некоторые примеры того, как могут быть организованы клинические исследования даже в странах с таким доходом. Но все больше и больше возникают проблемы в странах, конечно, с низким уровнем дохода. Ну, во-первых, недостает обученного персонала, врачей, медицинских сестер. И не только для лечения, но также и для диагностики здесь очень большие проблемы. Нет, конечно, специально онкологических именно учреждений в этих странах, недостаточно медицинских препаратов. Ну и, конечно, поддерживающая терапия не на должном уровне. То есть, всякий раз, когда вы какой-то разрабатываете клинический протокол, безусловно, нужно принимать во внимание, конечно, интенсивность, токсичность и все-таки иметь в виду, какая поддерживающая терапия может быть использована. Иначе невозможно будет провести терапию так, как нужно. Кроме того, недостаток финансирования как от правительства, так и от благотворительных организаций. Кроме того, социальный, общественный, культурный, конечно, уровень в стране, безусловно, приводит к тому, что многие семьи не могут даже просто... Не информированы достаточно. Они не знают, что, в общем-то, ОЛЛ, излечимое заболевание. Таким образом, как мы можем помочь таким странам, когда мы говорим о стратегии терапии ОЛЛ? Мы, конечно, должны обучать команду именно врачей и медицинских сестер, не просто врача, не просто медсестру, а именно такие команды. И готовить их должны действительно страны с высоким уровнем дохода. Они могут позволить себе обучить такой персонал. И это очень-очень успешный подход. Конечно, это повышает стандарты терапии и медицинских услуг. И мы, конечно, должны работать вместе с такими центрами, центры в странах с низким доходом, должны работать с центрами в странах с высоким доходом, с тем, чтобы это приводило бы к совместному обогащению пользы для стран с низким доходом. Конечно, нужно разрабатывать, безусловно, протоколы, которые адаптированы к местной ситуации. Нужны также модифицированные варианты, BFM и так далее. И очень-очень важно, безусловно, это возможность получения важных, необходимых препаратов и поддерживающей терапии. Кроме того, нужно собирать данные. В этом нет сомнений. Это очень важная часть. Мы должны получить четкую картину того, как все происходит. И сбор данных – это всегда проблема. Иногда это происходит из-за того, что мы не можем наблюдать пациентов, к сожалению, длительное время после исследования и так далее. Из-за появления новых технологий, которые сейчас могут помочь с точки зрения более тщательного сбора данных и так далее, специальные такие референсные лаборатории должны быть созданы либо в этих странах, либо с помощью других стран для того, чтобы можно было бы организовать такие проведения диагностических тестов. И, соответственно, это будет способствовать точной диагностике соответствующим исходам. И неправительственные организации, безусловно, должны делать все для того, чтобы помогать в психообщественном, социальном и финансовом аспекте. Нужно работать, конечно, рука об руку с местным правительством, для того, чтобы правительство обращало внимание на проблемы детского рака. А вот это один из успешных примеров. Вот центр, например, в Бостоне работает с центром в Колумбии. Обратите внимание, вот это самым важным, пожалуй, здесь является, вот, посмотрите, пожалуйста, здесь количество летальных исходов, соответственно, и, опять-таки, все эти данные, которые здесь показывают количество вот случаев прекращения терапии, и затем причины такого прекращения, соответственно, это очень-очень все важные данные. В 97-м, 2007-м году было проведено исследование в Китании по поводу изучения причин прекращения терапии. И, видите, тут 60% почти что, то есть 60% отказались от терапии, а 10% прекратили начатую терапию. Причины в основном финансового порядка. И, кроме того, вот это недоверие к тому, что, неубежденность в том, что терапия может помочь и так далее. Вот эти данные были опубликованы вот совсем недавно, это на востоке Хитая, более 1150 пациентов наблюдались в течение 10 лет. И черные, посмотрите, вот эти вот столбики, это прекращение терапии. Почти половина тех пациентов, которым был поставлен диагноз за тот же самый период, но за последние два года, обратите внимание, это количество уменьшилось, причем существенно, по кривой это особенно хорошо видно, и упало очень низко. Почему это произошло такое заметное улучшение? Во-первых, в 2005 году правительство муниципальной власти, они стали финансировать, собственно, имея в виду расходы на разные катастрофические ситуации, включая рак детей. В 2011 году правительство Китая пришло к выводу, что необходимо финансирование, опять-таки, в случаях ОЛЛ, когда речь идет о низком и промежуточном риске у детей, которые живут не в столице, а где-то в провинции. Это так называемая новая сельская кооперативная система медицинского обслуживания. И для нас, пожалуй, особенно важным является сотрудничество, конечно, с другими центрами, у которых есть возможность предоставлять обучение. И, безусловно, мы понимаем, что участие в такого рода программах, безусловно, поможет представителям стран с низким и средним доходом. Ну, вот пример Малайзии и Сингапура. Вот это очень успешное исследование. И они изучили, как можно интенсифицировать, собственно, терапию, имея в виду минимальную остаточную болезнь. И как можно проводить терапию в таких случаях у детей с ОЛЛ. И вот это результаты из данного исследования. Это Сингапур и Малайзия также присоединились. И Сингапур – это тот центр, в котором данные собираются. И лаборатория центральная находится по поводу минимальной резидуальной болезни, остаточной болезни. И соседние страны тоже. Они же соседи, во-первых, у них один тот же язык и очень похожая культура. Это очень-очень успешный пример. Вот можно ли это все применить в других странах? Ну, мне представляется, что это та самая идея, которую мне хотелось бы выдвинуть для обсуждения. Правда же, мы должны больше сотрудничать между странами азиатскими с тем, чтобы мы могли бы улучшить ситуацию по поводу лечения ОЛЛ у детей. Мы вместе можем что сделать? Во-первых, повлиять на политику в области здравоохранения правительства, в обучении и так далее. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Вы показали такое улучшение в Колумбии. Вот помните, в количестве случаев ремессии. Вы что, какое-то конкретное изменение в практике привело к такому улучшению? Это протокол, который они разработали. Кроме того, поддерживающая терапия очень была важна, поскольку обучение помогло в том, что действительно поддерживающая терапия стала проводиться более правильно, более полно, и все нежелательные явления, связанные с терапией, могли бы быть сняты. Это инфекция, кровотечение, токсичность и так далее. Если бы мы могли бы расширить эту практику, чтобы на раннем этапе, при установлении диагноза, при проведении терапии, мы могли бы уже тогда бороться таким вот образом с этими проявлениями, было бы гораздо лучше. А как на самом деле из всех этих пациентов, кто из них мог получить терапию? Как это все получилось? Хороший вопрос. Мне кажется, такое количество случаев ОЛЛ в Азии, в странах высокого дохода, я бы сказал, из них почти 100% все получают терапию, конечно. Что касается стран с низким уровнем дохода, обычно 70%. А в странах, опять-таки, промежуточного, например, такого, у среднего уровня, может быть, 30%, я бы так сказал, но теперь меняется все это, зависит от страны к стране. И в настоящий момент я бы сказал, что такого рода улучшения в других странах тоже происходит. Например, в Индии тоже существенно улучшилась ситуация с предоставлением терапии. В разных странах все больше и большее количество получает необходимую терапию. И, соответственно, даже таких хороших данных на этот счет у нас нет. Почему? Потому что нет национального регистра. Так что есть еще один вопрос, которому мы должны посвятить специальное внимание. Национальный регистр в этих странах. Спасибо. Спасибо.